Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткове. Что ж, последние полчаса утра... О культуре. О культуре. Безусловно, вне всяких сомнений. Как-то оживает. Оживает все вокруг, все, что было заморожено в связи с ковидом. Новые постановки, аж целых две, выпускает Рижский и Русский театр имени Михаила Чехова. Причем не на своей площадке. Об этом мы сейчас и поговорим. С нами на связи замечательная Екатерина Фролова. Доброе утро! Да, извините, пожалуйста, что пришлось вас выдернуть так рано. Не знаю, из объятий Морфея, например. Можно продолжить эту эпическую тему. Расскажем о Мельпомене. Так что планируется на площадке Ораторио Спорта 2 в Риге? Какая-то пьеса-акция, которая называется «Мама». Ну, это драматический спектакль, да, в постановке Нары Слуцкой по пьесе молодого драматурга Аси Волошиной. Пьеса-акция «Мама». Почему акция? И второй спектакль, два спектакля планируются на этой площадке. Второй спектакль, это, наверное, мне сложно, поскольку я там не занятая. Я просто знаю, что называется «Парадизия», да, это пластический спектакль без слов. Поэтически игривая постановка, как было заявлено, божечки. Ну, давайте начнем с «Мамы». Там, где... Вы заняты, да. Да, просто мы ждем, когда к нам подсоединится Ая Андреева Айшпура, соответственно, поющая в «Парадизии». Но пока про «Маму» пьеса-акция. В чем акционизм? А почему не на своей родной площадке? Неужели мало большой сцены, малой сцены, я не знаю, там, фойе, кафе? Ну, знаете, эти вопросы, наверное, было бы лучше задать Дане, но, насколько я поняла, поскольку мы начинаем, расширяем наши, ну, не знаю, как сказать, пространство и так далее, это такой проект, который называется «Фикшена света», «Место встречи», совместно с «Ораторио», с Рэйзи и Калненей. Именно там, именно поэтому там эти два спектакля и будут играться. Да, это такой проект нашего театра совместно с площадкой «Ораторио». Пару слов о самой действии. Наверное, очень, ну, это лучше, так скажем. То есть там можно и дистанцию соблюдать, так или иначе, и большее количество зрителей пригласить на спектакли. Ну и надо отметить, что премьера в этой пьесе-акции «Маму» уже в эту пятницу, 13-го числа. И, кстати, параллельно Ая, я вижу, к нам подсоединилась. Доброе утро. Доброе утро. Вы меня слышите? И слышим, и видим, всё прекрасно, связь налажена, контакт есть. Потому что я уже вижу вас уже какое-то время и думала, как вы меня можете не видеть. Я уже здесь, я уже здесь, я пишу. Доброе утро всем. Доброе утро. Спасибо тоже, что нашли время и возможность. Поэтически игривая постановка. Ваша очередь, Ая, пояснять, что такое происходит. Как это понять? Это спектакль движения, спектакль без слов. И в этом вся эта магия, мне так кажется. Потому что я из латышской аудитории присоединилась к русскому русскому театру, к их команде. И мы как бы объединяемся, объединяются две культуры. И как-то, как сказать, и происходит очень-очень магийская, как бы сказать, летос. И очень интересно, как ты можешь без слов, только с движением и с звуком, как бы показать саустропой асотедзе. Катя, мне надо твою помощь с русским. Ну да, отношения между мужчиной и женщиной. То есть, в принципе, да. Как-то так. И это большой такой интересный момент в этом, да. Как-то так. Ну, слов нет, тем не менее, вы же поёте? Да, мы поём. Но не только поём. Мы как бы занимаемся дизайном звука. Весь спектакль, мы делаем музыку сами себе, там, на площадке, где мы работаем. Не работаем, а дарбоем, я скажу. Существуем. Ну, существуем. Да. И там мы делаем и звук, который объясняет каких-то наших движений и чувств. Как-то так. Если я правильно высказалась по-русски. Абсолютно правильно. Прекрасно высказываетесь. А как проходят репетиции? Ну, опять же, учитывая... Да, кстати, мы буквально в течение всей нашей программы касаемся либо театра, либо спорта большого и вакцинации. Насколько это важно? Ну, вот ситуация в трупе или в команде, где вот кто-то вдруг приходит больной и под угрозой срыва постановка или соревнования, участие команды в каком-то первенстве. Как это в Рижском русском театре происходит? Все ли вакцинированы, все ли здоровы? Ну, насколько я владею информацией, все здоровы, слава богу. Не могу сказать, что все вакцинированы, потому что я не владею такой информацией настолько. Но, да, я знаю, что мои коллеги, многие уже вакцинировались, многие планируют это сделать. А вы готовитесь к сезону на традиционной сцене, на традиционной сцене театра? Ну, конечно, театр уже работает и играются спектакли. Вот буквально сейчас была премьера Раймонда Пауэллса, концерта Раймонда Пауэллса у Ники Плотниковой. Замечательная премьера спектакля музыкального «Вопреки». И, да, конечно, сейчас и в августе, и в сентябре играются спектакли на большой сцене. То есть мы начинаем постепенно возвращаться к жизни, слава богу, потому что мы безумно, конечно, соскучились по своей работе, по зрителям и по своим спектаклям. Это непростой был период для всех нас. Ну, конечно, не только для нас. В принципе, тяжело. Тать, во время этого тяжелого периода у вас был опыт, какие-то постановки взаимодействия, скажем так, со зрителями по Зуму. Как они прошли? Как они сложились? Насколько были востребованы, популярны? Ну, я участвовала в одной постановке, которую мы делали по Зуму. Ну, это Элмар Синьков делал иранскую конференцию в Ирпаево. Ну, это, получается, на латышском языке. Было очень удачно. И это, конечно, совершенно другой опыт, совершенно другая история. Очень непривычно, сразу могу сказать, потому что мы репетировали по Зуму, и спектакль в Зуме. Это, конечно, очень странно, но очень интересно. И я так понимаю, что он нашел своего зрителя, и был очень хороший отклик. И многим понравился. Мы получили и «Спалманин актс», и «Килограмм культуры» за этот спектакль. Пользуясь случаем, наши поздравления. Мой опыт в пандемии, да, участие в таких виртуальных, скажем так, проектах, спектаклях. А как здорово получается. Вы играли, соответственно, на латышском языке. А я только что поделилась впечатлениями работы в русскоязычной труппе. А я, а как прошел ваш пандемийный год? Какие, помимо русского театра, новые проекты, возможно? Записи, концерты? Да, я в прошлом году уже закончила свой альбом. И как бы он пошел в народ, если так можно сказать. И это было в прошлом году уже в июне. И мой этот такой необычный опыт был концерт. Не просто концерт, а автоконцерт. Я сделала презентацию альбома в торговом центре на крыше. И там можно было ехать только на машинах и слушать этот новый альбом, музыку через машину. Как бы нам была большая сцена, большие экраны. Там были мы с группой, наушники. И люди, которые приехали слушать это, они сидели в машинах. Ну, это был очень-очень интересный опыт. Ну, очень такой необычный. Я могу сказать то, что... Ну, один раз так можно. Один раз так можно. Повторить не решились бы? Повторить, я думаю, что... Ну, это... Я бы высказалась лучше по-латышски, но это не мой формат, как бы. Совсем не мой. Выскаживайтесь на любом языке, мы поймем. Хорошо. Кстати, Екатерина, возвращаясь к вам. Вот Ая только что поделилась рассказом о концерте презентации на крыше торгового центра. Уж коли театр имени Чехова выходит на новые площадки. Стоит ждать каких-то экспериментов. Ну, например, спектакль на крыше торгового центра. Все возможно, мне кажется. Нет невозможного. Все возможно. Лисер, я спяемся. Это для Аи. Ну, я не знаю, наверное. Это... Наверное, вопрос просто не ко мне. Я как актриса, мне предлагают, я соглашаюсь и работаю. А вот... Да. Ну, потому что вот, например, Рига Ча, женщина, но одна из премьер нашего спектакля, он играется на... То есть, я не знаю, как правильно назвать это, кафе или ресторан. Я просто боюсь кого-то обидеть. Кальчеварта и кофетека. Ну, наверное, кальчеварта все-таки ресторан, да, мне такой. Да. Ну, да, кальчеварта, да, ресторан. Играется именно там, потому что это на открытом воздухе. Туда могут прийти, как... Если я не ошибаюсь, я боюсь просто опять-таки дать какую-то ложную информацию. Не вакцинированные люди могут присутствовать на этих спектаклях, потому что это происходит на террасах. И мне кажется, что это достаточно интересно. И я, к сожалению, сама еще не успела посмотреть, но я слышала и читала очень хорошие отзывы. Поэтому следите за информацией на сайте, появляется очень много. Как интересно, на самом деле, ковид, будь он не ладен, дал толчок и развитию различных проектов. Кто-то пробует всегда действительно презентация на крыше, а актеры выходят из стен театра, тоже куда-то ближе к публике, я не знаю, на те же самые, на площади. Как это было когда-то, ну, в средние века, например, играли. Очень хочется все равно вернуться на сцену, увидеть полный зал, зрительный зал, да, потому что это ничем не заменишь, мне кажется. Потому что вот этот обмен энергии, когда сидят люди без масок и полный зал, это совершенно другие ощущения, совершенно другие впечатления. Мы буквально несколько минут назад с Абиком говорили о том, как сложно смотреть соревнования по Зуму и как себя, вероятно, чувствуют в этой ситуации спортсмены, особенно игроки командных видов спорта. У вас у обеих есть опыт выступления по Зуму. Расскажите, как, каково это находиться вот по ту сторону компьютера и без зрителей? Ну, знаете, ну, последний концерт в Зуме у меня был в декабре. Я была сама больная, я проболела, этот вирус. И не было вариантов, уже нигде никто не мог, как бы, дать концерт. И у меня, я больная, я была дома и сделал этот концерт по Зуму. И, знаете, ну, в тот момент мне казалось, потому что этот концерт был для юных спортсменов, как, ну, кстати, да. Как удачно совпало, да? Оба вошли с термоной, там было, были или что-то такое, и подключились все к Зуму. Ну, знаете, ну, один раз, два раза это можно сделать, но ты никогда не достанешь эту энергию с обмайном, понимаете? И это не то. Ну, при Аксивир, это удовольствие на тот момент, ну, какое-то есть, но не на юкторе. Одноразовое удовольствие. Да. Да. Екатерина? Потом, когда у меня был этот первый концерт для, как Катя говорила, без масок, без все там, как эти селедки, бунджиня, там, как на фестивале, там, аплодировали и танцевали, и пели со мной, я просто плакала на сцене, не могла петь, потому что это, вот это то, что, для чего мы делаем свою работу. Да. Екатерина? Что со спектаклем, по-моему? Я абсолютно согласна. Ну, спектакль, потому что Элмор нашел, мне кажется, очень удачный материал именно для этой формы, для этой формы спектакля, потому что это очень важно. И спектакль, он не игрался онлайн в зуме, он игрался все-таки в записи, да, это был записанный, скажем, в зуме, сделанный в зуме, записанный спектакль. И материал иранской конференции, он очень подошел, мне кажется, именно для этого формата, и поэтому все совпало. Конечно, вот у нас ребята играют Черновик в постановке Владислава Наславшего Это надо у них спросить, они играют онлайн Вот тут, наверное, есть этот вопрос Как это происходит? Потому что онлайн лично я не играла То есть я не могу сказать, вот я играю, сейчас я знаю, что там подключились Несколько десятков или сколько сотен зрителей Они смотрят, нет, такого у меня не было опыта Но я могу сказать, что опять-таки я согласна с Айей Ничто не заменит живые глаза, живую энергию и зрителей в зале Это невозможно, это по-другому Это, конечно, интересно может быть с какой-то точки зрения С какой-то позиции опыта и так далее Но это не мое Я имею в виду онлайн-зум, это не мое Мне хочется все-таки живого общения и какого-то живого восприятия И партнера ощущения, понимаете? Что самое, простите, что я так не чувствую То есть ты, когда работаешь в зуме, ты не чувствуешь вот этого Ну, как ты чувствуешь партнера, но он где-то там, где-то тоже в зуме Но это совершенно другое ощущение, когда ты находишься на сцене И твой партнер стоит рядом с тобой Вот как раз об этом Где мы вас увидим-то в этом театральном сезоне осенью? В каких спектаклях? Ну вот спектакль «Мама» Да Это первое Это новое, скажем так Потому что премьера как раз будет 13 и 15 августа Ну и остаются у меня мои спектакли, в которых я Которые я играла и раньше Это «Граненка», «Почти счастье» Сейчас просто много-много перечислять А они все в репертуаре, да? Да, в репертуаре Что-то, конечно, ушло из репертуара, что-то осталось Поэтому из премьера, вот из нового Это вот моя мама Скажем так Ая, в свою очередь, ваши планы на осень, ну, помимо «Парадизи»? «Парадизи» — это план номер один План номер два Еще до середины сентября я буду активно в концертах У меня есть такая программа вместе с группой «Very cool people» Называется «Вудс, только с ренессанса» И там мы, как бы, сделали программу Дженнис Джоплин, Джимми Хендрикс И, да, какой-то, ну, такой-такой очень интересный проект Это буду делать И в середине, да, сентября, в конце сентября Я буду, начну писать новый материал новому альбому Как-то так Что ж, надеемся, ничто не помешает воплощению ваших планов Огромное спасибо, что в раннем нашем эфире присутствовали Екатерина Фролова и Ая Андреева Айшпура были с нами Еще раз огромное спасибо, хорошего дня, удачи, многих аплодисментов, цветов, подарков, новых проектов И никакой пандемии, да И никакой пандемии всего этого Желаем еще раз отметим, что две премьеры ожидают русский Рижский театр имени Михаила Чехова На площадке Раторио в Риге на Спорта 2 Это пьеса-акция «Мама» 13-15 августа и 27-го Там же «Парадизи» пьеса-акция и поэтически игривая постановка спектакля движений «Без слов» А эфир на радиоболтком будет продолжен, разумеется, как обычно, в понедельник, тоже не пропустите, да Всего доброго До свидания Радиоболтком